В эфире Время новостей мы продолжаем. Царь стола или водогрейный для чаю сосуд. В областном краеведческом музее открылась выставка самоваров. Новая экспозиция – подарок ко дню города. Среди экспонатов колоритные агрегаты самых разных форм и размеров конца 19-го, второй половины 20-го века. Самовары-рюмки, самовары-банки и даже самовар-кухня. Всего 65 экспонатов. Выставку такого масштаба в музее подготовили впервые за его историю. О деталях чаепития из уникальных антикварных экспонатов узнала Екатерина Кудряшова. Медный толстяк – символ русского гостеприимства, достатка и непременный атрибут чаепития. Благодаря Петру Первому самовар перекочевал из Европы прямиком на Урал. Массовую известность «Круглобокий царь стола» получил с развитием в стране металлургии в первой половине 18-го века. Сегодня его прототипы – медные чайники с ручкой и сбитинники вместе с новоделами блистают в музейных стеллажах. Многие из них – отличники-медалисты. Различные медали. Они здесь находятся не просто так, их отискивали специально. За достижение призовых мест как на недавних конкурсах, так и на тех, которые могли идти 10 лет назад, 15. Кастрюля, шар, пасхальное яйцо и амфора. В экспозиции самовары самых разных форм и размеров. В период большого спроса привлечь массового покупателя торговцы стремились и элементами декора – пышными орнаментами и накладными бордюрами, рельефными листьями, витыми цветами и раковинами из дорогих металлов. В коллекции Краеведческого музея больше сотни экземпляров. Латунный двухведерный самовар – самый большой в коллекции музея. В него помещается примерно 25 литров. Это действительно емкость двух ведер. Допоить чаем из такого самовара можно было сразу до 40 человек. Поэтому чаще всего встретить его можно было в ресторанах и гостиницах, там, где всегда много гостей. Самовар ценился по весу. Чем тяжелее, тем дороже. Существенной надбавкой к стоимости служило и наличие авторского клейма фирмы известных династий Шимариных, Баташовых и Воронцовых, а также наследников Ефима Шапошникова, Егора Мухина и работников Тульского патронного завода. Есть на выставке и уникальные экспонаты. Самовар-чайник. Он к нам поступил, ну, скажем так, лет 10 назад. Он чем уникальный? На нем написано «Кафе Шертере Москва». А что такое «Кафе Шертере»? Оказывается, это кафе, в котором собиралась вся литературная элита. И как знать, кто пил из этого самовара чайника? История гласит, завсегдатые светских салонов, хозяева и гости купеческих особняков чаевничали сутками напролет. По мнению ценителей, чай из самовара обладает неповторимым вкусом и, в отличие от заваренного кипятком из современного чайника, мягче и изысканнее. Напиток не только согревает, но и создает неповторимую атмосферу домашнего уюта. Я помню, был самовар на улице, его разжигали, приносили. Потом, конечно, он стал электрический самовар. Я могу сказать, что это очень интересно узнать историю. Вот, например, я не знала, что были самовары кухни, в которых можно было готовить, ну, скажем так, как в нашей пароварке, что ли. Несколько блюд сразу, очень, наверное, облегчение хозяйкам было. Внимание! У посетителей представлены и предметы, без которых ранее не обходилось ни одно чаепитие. Легендарные леденцы Монпансье в жестяных банках царицинской эпохи, производство фабрики известного купца Федора Лапшина и торгового дома братьев Серебряковых. Выставка в зеркальном блеске самовара будет работать до конца этого года. Соприкоснуться с историей самоварного искусства Российской империи 18-20 веков Волгоградцы и гости города могут в часы работы музея, в том числе и по Пушкинской карте. Екатерина Кудряшова и Роман Седлецкий. Время новостей.